51-летняя Этери Беряшвили – российская и грузинская певица с выдающимися вокальными данными, сольная карьера которой резко пошла в гору после участия в конкурсе «Голос-2». Сейчас вокалистка и скрипачка, имеющая также диплом медика, не только выступает с концертами по всему миру, но и является уважаемым педагогом Столичного института культуры и музыкальной академии Ларисы Долиной. Этери никогда не делилась подробностями личной жизни с журналистами, а о ее первом неудавшемся бездетном браке практически ничего не известно и по сей день. Вероятнее всего, общественность так бы и не узнала и о втором супруге-артистке, если бы в 2014 году он не стал участником громкого уголовного дела. Ведь, как ни крути, криминальное прошлое мужа – не лучший пиар. Однако совсем недавно Беряшвили дала интервью проекту «Однажды» на канале НТВ, где приоткрыла завесу тайны, рассказав о своей жизни после того, как ее второго мужа посадили в тюрьму. О своем первом неудачном браке Беряшвили поведала лишь то, что развелась, когда ей было уже 37 лет, так как ее муж не смог побороть тягу к спиртному. Оглянувшись вокруг после развода, женщина поняла, что всех хороших мужиков уже давно разобрали, а она так и не осуществила свою мечту о материнстве. Встретив грузинского повара Бадри Бибичадзе, Этери почувствовала, что это ее последний шанс стать матерью. Ценности абсолютно разные. Я даже удивляюсь, как у нас все это получилось. Я настолько хотела ребенка, что, видимо, это был мой последний шанс. Уже в 2011 году 39-летняя певица и ее супруг радовались появлению на свет дочери Софико. Огорчало певицу только то, что муж оказался безответственным человеком, не любившим трудиться. И ей пришлось стать единственным добытчиком в семье. Я ему тянула выше общества. Ну, давай в ресторан устроимся, ты будешь работать. Ну, там же надо работать. А работать он не любил. Поэтому он прохлаждается, отдыхает. А я вкалываю. Но у красавца Бадри были и достоинства. Он души не чаял в маленькой дочке. И, будучи божественным кулинаром, избаловал Этери изысками грузинской кухни, практически отстранив ее от приготовления пищи. Он божественно готовится. Он просто мог из одного барана, однажды, из половины барана, он сделал 14 блюд. 14! В итоге певица смирилась с тем, что муж не желает обеспечивать семью материально. И наслаждалась семейным счастьем и долгожданным материнством. Однако, когда Софико исполнилось три года, Бибичадзе, видимо, захотел внести лепту в семейный бюджет и связался с приятелями из родного Кутаиси, занимавшимися криминалом. Бадри не принимал непосредственного участия в ограблении ювелирного магазина. Но ему дали приличный срок за то, что он лишь подвозил грабителей на машине супруги. На данный момент Бибичадзе уже 9 лет отбывает срок в колонии, где теперь готовит для таких же заключенных, как и он сам. Для маленькой дочери, которая постоянно спрашивала о любимом папе, певица придумала легенду. Ее отец задолжал много денег и теперь работает коком на судне, отрабатывая долг. До какого-то момента у Софико не было сомнений в правдивости легенды. Ведь Этери не ограничивала общение отца и дочери, которые могли разговаривать только по телефону. Но однажды Софико не захотела оставаться с дедушкой и устроила истерику, уговаривая маму отказаться от работы в Петербурге. Последним доводом девочки было то, что они могут обойтись без гонорара за выступление в северной столице. Ведь ее отец помогает семье материально. Тогда-то Беряшвили не выдержала и решила, что больше нельзя скрывать от дочери правду об отце, который находится не в командировке, а за решеткой. Певица до сих пор помнит взгляд дочери, когда та услышала, что отец не присылает им деньги, а ее мама возит в тюрьму передачки для мужа. Я говорю, папа нам не помогает. Это я помогаю твоему папе, потому что он находится в тюрьме. Раз ее тут же она переключилась, так и с этого место говорит поподробнее. Даже после того, как Этери рассказала дочери правду, она сделала все, чтобы та не возненавидела отца. И это ей удалось. Ведь своим примером она показала дочери, что нельзя оставлять близкого человека в беде. Беряшвили не только не стала разводиться с отцом дочери, но и поддерживала его как материально, так и добрым, ласковым словом. На развод певица решилась лишь по прошествии девяти лет, после того, как ее супруга осудили. Этери сказала, что к моменту выхода передачи «Однажды в эфир» она уже будет свободной женщиной со штампом о разводе. Что мне с ним делить? Уже нечего. Мою жизнь он, конечно, разделил на «до» и «после», но что нас не убивает, делает сильнее. И я дочери все рассказала. Также певица рассказала, что за все девять лет, что Бадри находится в местах не столь отдаленных, она так и не встретила мужчину, который не побоялся бы быть такой сильной и независимой женщиной, как она. Этери не только смогла реализовать весь свой творческий потенциал, заработав тем самым на московскую недвижимость, но и в одиночку воспитывает свою единственную наследницу Софико. Лет восемь я, в принципе, живу одна, и я удивляюсь тому, с какой методичностью мужчины обходят меня стороной. Я что, такая навожу страх? Правда, год назад Этери вновь смогла полюбить мужчину и ради него даже похудела на 20 килограмм. Но, к сожалению, певица так и не дождалась ответных чувств. Я так влюбилась. Но эта любовь была с моей стороны только. То есть между нами вообще ничего не было. Мам, что с тобой? Я что, влюбилась, что ли? Да! Моя дочка стала как подружка мне в данном случае. То есть она меня поняла. И я занялась своей внешностью. Я вот на сегодняшний день похудела на 24 килограмма. Очень хочется верить, что талантливая вокалистка непременно встретит достойного мужчину, на которого сможет по-настоящему опереться и почувствовать себя слабой женщиной. К тому же Этери никогда не унывает и находит выход из любого положения, а также не желает вычеркивать из своей жизни ни одной страницы. Все, что было в моей жизни, служило мне или таким хорошим уроком, или я получала удовольствие и счастье. У меня самые лучшие родители. Спасибо Господу Богу, что они живы. Честно скажу, посмотрев интервью с этой талантливой жизнерадостной женщиной, я зарядилась оптимизмом, поняв, как бы не было тяжело, не стоит опускать руки. Ведь под лежачий камень вода не течет. Было интересно? Тогда поддержите видео лайком и подписывайтесь на канал. С вами была Анна и зеркало экрана.